Если честно, то мне уже даже не вспомнить, сколько я сотрудничаю с таким замечательным проектом, как BlackRush, потому что я приходил сюда, когда у них открывался 11 сервер. Меня позвали на открытие, сказали, мол, всё будет отлично, ты будешь нас рекламировать, мы тебе за это заплатим деньги, всё будет круто, вот тебе ссылка, вот тебе промокод, вот тебе все прочие вещи. Я такой, типа, посмотрел, подумал, зашёл, поиграл и такой, а BlackRush-то ведь это круто, это классно, это замечательно, это превосходно, это неплохо и вообще, типа, ну всё там круто, замечательно, классно, неплохо, но я думаю, что вы всё это понимаете. И вот сегодня поступила новость о том, что BlackRush открывает 15 сервер. Как я и говорил, когда выходит большое количество разных обновлений, связанных там с добавлением каких-нибудь машин или каких-нибудь новых систем или там ещё чего-нибудь, то BlackRush открывает новый сервак. Вот такой иногда бывает у BlackRush, вернее, всегда бывает у BlackRush, кроме, наверное, первых, там, я не знаю, возможно, трёх-четырёх серверов, которые они открыли. То есть у них всегда, вот постоянно, всю жизнь нечто подобное было. И я думаю, что это, ну, признак, может быть, мастерства, может быть, ещё каких-нибудь вещей, потому что думаться до такого было крайне сложно. И вот сегодня давайте, во-первых, там, я не знаю, прочитаем новость, подумаем, потом у меня ещё будет видеоролик после открытия, я посмотрю, как там, что, где, посмотрю, откуда, зачем, куда и как. И, в общем-то, вообще подискутируем на всю эту тему, это разговорный видеоролик, который вы так любите, который вы так ждёте, который были ещё в 2019 году, когда я только создавал весь этот канал. Поэтому я думаю, что за возвращение всей вот этой вот рубрики, всего вот этого, я там, не знаю, плейлиста на моём канале, можно поставить лайк и подписаться, и, возможно, даже комментарий больше четырёх слов написать. И, в общем-то, как говорилось в одной русской сказке, поговорки, пословицы, басни, романия и повести, так сказать, всё в ваших руках. Всё в ваших руках. И подписка, и лайк, и колокольчик, и дизлайк. Ладно, возможно, я вас немного задолбал, возможно, проматываете сразу на всю вот эту вот вторую, третью, четвёртую, пятую, восемь с пятую минуту, и такие, типа, да когда уже всё начнётся? А начнётся всё это прямо сейчас. Можете скидывать тайм-код в комментарии. Однако, ладно. Black Russia объявили об откры... Вот, вот, Рома Злобин. Я всё могу понять. Я уже давно не держу ни на кого зла. Ни на Рому Злобина, ни на каких-то там, знаете, GTA-самповских ютуберов. Я просто смотрю их видеоролики и, ну, там, высказываю какие-то свои вот эти вот все комментарии, как из нашей Раши, вот был чел, который разговаривал с телевизором, вот у меня примерно то же самое, когда я смотрю видеоролики GTA-самповских ютуберов. Но когда я обсуждаю какие-то серьёзные новости, связанные с Black Russia, хотя это не рекламный пост, стоит заметить, потому что там, как бы, ну, Black Russia не тегнут, оно тегнут другой проект, и я такой, типа, чё, это реклама другого проекта? Неважно. В любом случае, упоминай другие проекты, я тут не буду. И, типа, понимаешь, в чём дело, Рому Злобин? Я понимаю, что ты украинец, я понимаю, что там вот всё хорошо, всё замечательно, но о открытии у тебя, ну, не закралась мысль в голове, что, возможно, это немного неправильно, что, возможно, это не особо хорошо звучит, а правильнее было бы об открытии 15-го по счёту сервера под названием Gold. Вообще, предложение очень странное, но, ладно, это Рома Злобин, это редактор, журналист и все прочие вытекающие из всего этого слова, поэтому давайте-ка будем, ну, я не знаю, без всего этого, без каких-либо придирок, потому что Рома Злобин, у него всё-таки так много пабликов, Live Mobile, Live Sump, Live CRMP, Live вот это вот всё прочее, блогеры, ютуберы, мобайлеры, вот это вот бравлеры, всё прочее у него тут есть, поэтому давайте не будем особо сильно ко всему этому придираться. Новость от 6-го июля, видос выйдет там в числах десятых, наверное, а открытие самого сервера, оно намечено на 8-ое июля в 12.00. И также есть маленькое дополнение ко всему этому, я думаю, что я проект, так сказать, замажу, не буду о нём рассказывать, потому что, во-первых, они не заплатили за рекламу, во-вторых, они не заплатили за рекламу, я думаю, что это достаточное основание для того, чтобы данный проект не называть. А теперь проект, то есть Black Rush, перегнал по количеству серверов другой проект, мы его называть не будем, в общем-то, кому надо, те уже догадались, сделали какие-то все свои вот эти вот выводы, я всё это название другого проекта замажу, разумеется, чтобы не давать, так сказать, рекламу каким-то конкурентам, но если бы конкуренты заплатили мне деньги, я бы, разумеется, обо всём вот этом вот проекте рассказал, заказал и так далее. Поэтому ссылка на мою страницу ВКонтакте в описании, рекламодатели, работодатели, наймодатели, арендодатели, все прочие чуваки, заходите ко мне в ВК, пишите, предлагайте свои какие-то услуги, все прочие вот эти вот сферы услуг ваши, возможно, ещё какие-то вещи, всё там будет, обо всём договоримся, всё сделаем. По факту, это пока что всё, что я могу сказать, потом у меня выйдет видеоролик с, так сказать, отчётом об открытии всего этого пятнадцатого сервака, а пока что я играю на одиннадцатом серваке Индиго, скачивайте Блэкрашу, лаунчеры по моей ссылке в описании, вводите мой никнейм Данила КПРФ и вводите мой промокод хэштег ЗДС. Спасибо всем за просмотр, увидимся тут же, завтра, я надеюсь, что всё это произойдёт в 20.00. Всем пока и всем, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok